Здравствуйте, продолжаем изучение закона флашунара, 73 день. Важная и чувствительная сфера предупреждения ущерба защиты интересов потребителя. Она относится к категории конструктивных целей, ради которой разрешается передавать негативную информацию. Не следует считать, что если хозяин магазина не додал сдачу или взял деньги за лишний товар, который не был куплен, то он нечестен или обеспечен. Все мы допускаем ошибки. Но когда такие вещи случаются часто, надо обратить на это внимание владелица магазина и предупредить, если так будет продолжаться, придется сообщить об этом его клиентуре. Если после предупреждения ситуация не изменится, надо предостричь покупателей, чтобы они тщательно пересчитывали задачу и проверяли чеки во избежание ошибок. Запрещено заявлять, что этот человек нечестен, даже если есть основания для таких подозрений. Покупателям достаточно знать, что он невнимателен или не силен в арифметике, чтобы принять все необходимые предосторожности. То есть задача это не рассказать плохое, не обличить продавца, а защитить потребителя, защитить покупателя. Поэтому нельзя говорить, что он вор и так далее. Надо сказать, что имейте в виду, что здесь бывают ошибки и здесь могут не додать задачу, например. Запрещено информировать об этом людей вспыльчивых, способных перевернуть все в лавке во имя справедливости. «Наши мудрецы говорят в Медра Шарабелезер, в трех случаях Пресвятой Благословен он прощал идолослужение, но не прощал ссору». Интересно, общая взгляд Торы, то, что грехи, касающиеся отношений между людьми, они часто могут быть более тяжелыми, чем грехи, касающиеся отношений между человеком и Богом. Идолопоклонство возникло в дни Эноша, одно из первых поколений. Говорит Тора, тогда начали называть именем Господа. Бог спас это поколение от полного истребления только потому, что между людьми существовало единство. А в поколении потопа распространилась вражда, причем свидетельствуют повсеместные грабежи. Это определило его судьбу, как сказано, и пришел конец всякой плоти передо мной, ибо наполнилась из-за них земля грабежом, и вот я истреблю их землю. То поколение, которое поклонилось идолом, Всевышний не наказал, а то поколение, в котором были раздоры, Всевышний не наслал на них потоп. В пустыне Бог простил грех золотого тельца, но не ссору между людьми. Где бы ни произошел спор, за ним следует великое наказание, яркий пример тому короха. То есть конфликт внутри еврейского народа не был прощен, в отличие от греха золотого тельца. Когда воздвигли идол мехи, Бог дал народу время раскаяться, ибо люди жили в мире. Сыновья Дана возвели идола, а Йонатан, сын Гершома, сын Минаше, со своими сыновьями были священниками в колено Дана до дня искрения из этой страны, говорит книга судей. 18 глава. Но когда 10 колен стали враждовать с коленами Иуды и Бенямина, а когда Израиль родилась на два царства, иудейско-израильское, они сами покарали друг друга. Побили их, Абия, и народ его, нанеся сильное поражение, пало убитых у Израиля 500 тысяч отборных людей. А когда согрешили колено Иуды и Бенямина, на них напали 10 колен. Как сказано, Пеках, сын Рамальяу, убил 120 тысяч евреев в один день. Так враждующие стороны стали наказанием друг для друга.